А я помню, как это было страшно в первые дни, полномасштабная агрессия. Как это было страшно, как было страшно ядерного взрыва, как это было по-настоящему. А сейчас Путин говорит, что я, да вот, там всех, все мосты, везде, пошибаю. И я не знаю почему. Я не знаю почему, может быть, после интервью Карлсона, а может быть, после высказывания Макрона, а может быть, после Байдена, который сказал, сукин сын, да еще и крейзи добавил. Ты на это смотришь и понимаешь, что как-то они ножками сучат. А почему-то уже не страшно. Почему-то уже не страшно. Вот его главный враг лежит в гробу. А от этого почему-то появляется надежда. Потому что вот сейчас Путин будет бороться с красавицей вдовой, чего мужа он убил, и которая не сделала ни одной в жизни своей политической ошибки, потому что не была в политике. Вот это он сам сделал своими руками. Он сделал своими руками себе мощнейшего врага. На пустом месте, вообще на пустом. Вот там, где был враг, слабый и поверженный в тюрьме, у которого адвокаты сидят, у которого он вырвал язык практически, да, а вот теперь убил, а на его место встал человек совершенно идеальный. Идеальный. Красивая, умная, нет ошибок. Да еще и разъеренная вдова. Он будет охотиться и посылать своих агентов за Юлией Навальной и за границей? Я думаю, да. Я думаю, будет. Я думаю, обязательно будет. Во-первых, он уже это делал. Во-вторых, я думаю, Христо Грозев совершенно прав. Сейчас начнется охота. Но она, в общем, всегда продолжалась, и охота эта будет множиться, развиваться везде. Ну, да, это фронт. Слушайте, это фронт, и многие из нас на этом фронте воюют. Надо понимать, фронт так фронт. Окей, будем воевать. Он не понимает, что он этим себя еще больше обнуляет? Вот это такой, сказала бы слово, боязнь, чтобы не сказать вот то, которое, как бы, когда сильно хочется в туалет, и это демонстрируется только в других просто. Мне кажется, он много уже не понимает, но и не хочет понимать. Ну, слушайте, человек 25 лет живет в мире выдуманных единорогов, да, которые он сам придумал. У него нет связи, у него нет связи никакой с реальным миром. У него получают информацию из папочек. У него нет, никогда не было мобильного телефона. Он не сидит в интернете, он не знает, что такое телеграмм, там, я не знаю. Или... Ну, он не знает, что происходит, что происходит в мире, но при этом имеет об этом суждение. И, конечно, это огромная, огромная психическая травма, она не психологическая, она психическая. 25 лет безграничной власти, 25 лет без связи с реальностью, 25 лет ты какаешь в чемоданчик. 25 лет какаешь в чемодан. Представляете, что это такое? Я нет. Интересно. Мне кажется, тут ребенок с самой здоровой психикой. Его чистят или меняют? Не хочу сказать, к черту подробности. Чемодан какой, город какой. Это, конечно, да, это просто ужас, сыдно. Но вот так вот так они живут, да. Марк Фегин, небезызвестный нам всем, говорит, что вот как раз боясь всего и какая в чемоданчике, не только лишь, видя историю Назарбаева, но, к примеру, Путин никогда не пойдет на другого преемника, кроме как сына своего. И то, я уже даже в этом сомневаюсь. А действительно, он вообще задумывается? И кого? Какого сына? Какого преемника? Все-таки там разные фамилии мы и раньше тоже обсуждали. Возможно, какие-то там сыновья Патрушева. А так видится, что он хочет строить как у Пухляша Кимчины на какую-то такую династию. А с кого? Там вообще есть все эти дети? Где они? Ну, вы знаете, дети есть. Дети, конечно, готовятся. Детей готовят. Мы видим, по крайней мере, троих детей довольно близко. Это, собственно, да, сын Патрушева Дмитрий и две дочки, соответственно, Маша и Катя. И все это, конечно, очень интересно и занимательно. Проблема в том, что этот трансфер есть только в голове у Путина, и то не очень. Потому что он не настолько глуп, правда, он не настолько глуп, чтобы считать, что после его смерти и назначения преемником любого из них этого преемника не сожрут, не разорвут в клочья, в пять секунд. Просто в пять секунд более мощный, оставшийся в живых тигры. Если он собирается все-таки делать преемника, его надо делать при жизни. Но, тем не менее, ну, а из кого при жизни? Это как Ельцин, который как-то тоже смотрел на свою дочь Татьяну, и, наверное, ему казалось, она лучше всего подходит на роль преемника. Но да, ты же ее лучше всех знаешь. Проблема в том, что Борис Николаевич, твоя дочь никто. Никто. Вообще никто. Просто твоя дочь. Она никто. Она не работала никогда. Она никаких успехов там нигде не достигла. И то, что она там, я не знаю, вышла замуж за журналиста такого более-менее ничего, которого ты сделал начальником где-то в администрации, и с Абрамовичем попилила бабки, сделав его членом семьи, это еще не означает, что она выдающаяся личность. Ровно то же самое происходит с детьми Путина и Патрушева. То, что ты одну сделала доктором по малорослым людям, а вторую назначила на инновации в МГУ и сделала миллиардершей, это не значит, что они умницы. Да нет. Да нет. Никакие они обычные девочки. Не глупые, но самые обычные. И очень несчастные. Очень несчастные, что они переживут своего отца и переживут очень плохо. Очень плохо. С Дмитрием Патрушевым, как я понимаю, там вообще проблемы очень большие с наркотиками. И мы пару раз его видели, как он пытался мычать насчет курицы, яиц, но это все конечно нелепо и смешно. Никаких медведев в преемниках больше не будет, я так думаю. А Путин сам думает, он уверен, мне кажется, что он бессмертен. Все умрут, а я останусь. Он как-то уверовал в свои, не знаю, целовые клетки 30-летней давности, да, технологии. И я не знаю, во что он там, в криокамеры, во что он еще уверовал. И как-то мне все это напоминает ЗОЖ Майкла Джексона, который спал в барокамере и защищал себя от микробов и на свете с тем, чтобы умереть, 50. Такие случаи, в общем, сплошь и рядом. В конце концов, и доктор по долголетию Путина умер в 70 лет, буквально вот недавно. А Путину 70. Путину 70, я напомню. В общем, конечно, он, конечно, из долгожителей, я думаю, он нам крови еще попьет очень много, в буквальном смысле, попьет кровушки всех народов мира большими глотками. Сдохнет он, но оставит после себя, конечно, оставит после себя гражданскую войну, конечно, как главное свое наследство, мощную, сильную гражданскую войну и смуту. Без этого никак. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова